Здравствуйте, это Постскриптум, я Людмила Батюшкина. Сегодня мы продолжим разговор про водное хозяйство Караганды и Карагандинской области. В гостях у нас инженер-гидротехник и эксперт по техническому обследованию гидротехнических сооружений Бахыт Конторбекова. Бахыт Конторбекова, уроженка Атыраусской области, окончила Московский гидромиллиоративный институт по специальности «Гидромиллиорация». 24 года проработала в институте Центр Казгипроводхоз, прошла путь от техника до руководителя группы отдела проектирования водохозяйственного строительства. Три года трудилась в РГП «Караганда-водхоз», затем в институте «Граждан-проект». Карагандинском областном управлении ЖКХ «Транспорта и связи». С 2005 по 2012 годы была начальником отдела регулирования использования, охраны водных ресурсов и устойчивого экологического развития управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области. Ну и после выхода на пенсию проектируют природоохранные объекты, гидротехнические сооружения, ливневую канализацию, очистные сооружения. Проводит многофакторное обследование гидротехнических сооружений, разрабатывает декларации безопасности плотин и т.д. Ветеран водного хозяйства Республики Казахстан, аттестованный главный инженер проекта, аттестованный эксперт по авторскому надзору и техническому обследованию водохозяйственных объектов. Награждена медалью 20 лет независимости Республики Казахстан, почетной грамотой и благодарственными письмами Акима Карагандинской области. У Бахаджумашевны двое детей, семь внуков и три правнука. Любит путешествия, литературу, ухаживает за бездомными животными. Болельщица футбольного клуба «Барселона» и карагандинского «Шахтера», а также хоккейного клуба «Сарарка». Здравствуйте, Бахаджумашевна. Здравствуйте. Бахаджумашевна, мы говорили о том, что вот как проектировать, как сделать, чтобы в Караганде все-таки наладить ливневки и канализацию. А как по-вашему, насколько у нас хороши дела со специалистами, кто это будет делать и насколько качественно это можно сделать? Ну, во-первых, чтобы ответить на этот вопрос, я бы хотела поблагодарить «Пятый канал», что вы впервые, вот которые СМИ впервые поднимаете именно водные проблемы Карагандинской области. Слушайте, никто не интересуется? Никто не интересовался вообще. Спасибо вам большое за это вопрос. И вам спасибо, что вы соглашаетесь прийти. Давайте теперь поговорим о кадрах. Это самый больной вопрос для меня. Мы еще в 2005 году, когда образовалось наше управление природных ресурсов, я говорила об этом, перед Акиматом области мы ставили, что идет старение кадров. Давайте готовить водников, специалистов. Там не только водников. Потому что, видите ли, раньше, как было. У нас в Советском Союзе было три института всего, которые готовили инженеров-гидротехников. Это Джамбургский гидромиллеративный строительный институт, Московский гидромиллеративный институт и Новочеркасский. Они на весь Союз готовились. Ну, других областей, ну, Томске, Новосибирске были, но они готовили инженеров, промышленных гидротехников, чтобы работали на ГЭС, ТТС. А вот эти три института для сельскохозяйственной милиарации гидротехники. К сожалению, с развалом Союза наш институт, кузница кадров, закрылась. Вообще, по-моему, убрали специалистов. И сейчас вообще, можно сказать, нет кадров. Но, может быть, не совсем неловко будет, но я хочу сказать, что когда я работала в Акимате природных ресурсов, при Акимате области, я была единственным профессиональным водником. К сожалению, не было ни в структуре Акимата области, не говоря уже о городах и районах, и сельских округах. И нам пришлось работать со всеми Акиматами городов и район, помогать им в решении этих вопросов. Потому что мой руководитель Александр Борисович говорит, ну, нет, вот что делать, давайте будем помогать. И мы на всех фронтах работали. И разрабатывали развитие сельских территорий. И вот эти все программы, питьевые воды и так далее, и так далее. Но почему, говорю, вот мне в жизни повезло. Почему? Я училась в институте в Москве, да, гидромиллиоративном. Я, мне читали лекции выдающиеся ученые вот в нашей отрасли. Потом, когда после окончания я приехала сюда, в проектный институт работать, в Центр Казгий Проводхоз, это мы подчинялись Москве всесоюзному объединению, союз, вот проект, Министерство милиорации водного хозяйства. У меня были очень хорошие наставники, учителя, молодых специалистов. Они буквально даже учили нас, как карандаши точить, допустим. Натаскивали, с малых проектов мы начали, с продольных профилей учили. Наставничество было. Потом мы уже, я стала руководителем группы, мы стали молодых учить. Ну, а потом связи, это, сами знаете, института нет, союз рухнул. Уже из оставшихся мы начали работать. А сейчас вообще не готовят. Мне просто обидно, что, наверное, все беды в том, что надо по-хорошему восстановить Министерство милиорации водного хозяйства Казахстана. Восстановить вот хотя бы институт отраслевой. Мы выходили с предложением в агро-ниверситет в Астану, даже политех. Почему не готовят? Ну, хотя бы факультетами открыть, там специальности открыть. Ну, по-моему, не получили мы должного ответа. И сейчас вообще нету водников. Проектные институты, да, каким-то образом. Сейчас готовят в Джамбуле какой-то институт водные ресурсы водопользования по специальности. Но это далеко не инженерия, Людмила. Это не инженерия, это типа водная экология. Они технические предметы там не проходят. И сейчас, видимо, и проектировщик-то нормальных, хороших нет. Годы-то идут, мы же не можем прямо вот сидеть. Но приходится работать, потому что надо это делать кому-то. И сейчас очень обидно во всех структурах. Нету специалистов. У них даже у проектировщиков, может быть, они красиво все рисуют, да, на автокаде. Но не соблюдается требование СНИПов, там, ГОСТов. Нет сопряжения. Чертежи невозможно читать. Как экспертизу проходит, я не знаю. Ну, наверное, насколько я знаю, в госэкспертизе, в таких экспертизах нету гидротехников. Вот у нас, мне в жизни повезло, что у меня были такие мастры. Владимир Шамшевич Донбаев, Нурос-Рысульская бассейновая инспекция. Владимир Шамшевич Хасанов, Бахат Зикинаевич Донбаев. Они уже ушли в мир иной. Но сейчас на Нурос-Рысульской бассейновой инспекции сидят его ученики. Муслим Аккожин, допустим, руководитель Альюша. Уже есть у них там преемственности. А вот других нету этого. У меня были хорошие учителя. Допустим, был бы живой Манаб Кадрханович Егембердиев. Караган-Десу такой бы не творился, потому что он там работал. Он держал все, следил за всем этим. Вовремя подавал заявки, что к чему. И у меня, я же говорю, такие мастры, которые вложили труд свой. Жаль тогда вот такого звания не было, ветеран у одного хозяйства. Я бы каждому, как бы сейчас, отдала. Вот Туке Мурзахановичу Абдрасилову, Егембердиеву Манаб Кадрхановичу. Какие у нас были гидротехи. Сейчас, правда, вот я работала с такими. У меня всегда были хорошие руководители. Турсон Каскатаевич Ордобаев, он и строил все водохранилища, водопроводы, канализацию. Я работала в ЖКХ, у меня был руководитель Бобицкий, Ленинский, может быть, вам знакомые эти имена. Я же говорю, я работала в управлении природных ресурсов, у меня тоже учитель, у нас руководитель был какой грамотный. И всегда нас поддерживал, у нас была сильная команда. И сейчас я бы хотела... А сейчас нету ни одного водника нормального, понимаете? Вообще нету. Что делать? Это ВИЧ, это комитет по водным ресурсам, даже их нет. Нет, но выход-то всегда можно найти. Хотя бы можно отправлять учить в Россию, в те институты, которые остались. Разумеется, видите ли, на юге тоже, наверное, можно, вот наши, вот есть в институте, может быть, частные институты, но очень мало грантов выделяют на наши специальности, очень мало. И они все на юге остаются, понимаете? Ну, кто поедет отсюда, молодой человек, туда учиться, да? У нас даже сейчас нету гидрологов. Можно было каргу гидрологии сушить, допустим, потому что есть же там факультет, там географ готовят же. Это страшное дело. Гидрологов нету. Хотя можно каргу вот эту специальность открыть. Мои люди... Да, есть у меня ученики были, они выучились в Новосибирске, на этом факультете гидротехнику. Но они пошли все промышленную гидротехнику. Выбрали там объекты, берут Казахмыса, Ашелора, проектируют золотвалы, хвостохранилища и так далее, и так далее. То есть пошли туда, где можно заработать помочь? Ну, во-первых, интересная, наверное, работа. У нас же не развита же орошаемая земледелие. У нас даже гидромиллиоративные сети, они все, наверное, у фермеров, да, в аренде вот эти земли. Они не идут, например. Но как вы думаете, из-за этого сложилась такая ситуация, что у нас на русле рек дома строят? Конечно. Некому там... Если сидят некомпетентные люди во всех отраслях, я беру водные ресурсы и экологию. Раньше у нас в природных ресурсах в лесном отделе сидел специалист, инженер по лесоустройству. Эксперты были мощные у нас, которые выдавали. В водном отделе я сидела, водники мы сидели. Потом в природоохранной, если отдел мер, там инженеры-строители сидели. Им технодзоры не надо, там на заморозбае на одну хватало, на всех, понимаете? Я напоминаю, сегодня в гостях у нас инженер-гидротехник и эксперт по техническому обследованию гидротехнических сооружений Бахыт Контарбекова. Сейчас я слышу, что вас часто приглашают и на общественные советы, и в ЭКИМАТы. Они приглашают только выслушать, а выводы какие делают? Никакие. То есть толку самому не видите? В чем мне ходить, если... Я и так знаю, что у меня... Видите ли, даже в моем возрасте я востребована еще по всему Казахстану, потому что нет специалистов. Вот приходится мне сейчас... Я занимаюсь любимым делом, вернулась опять в проектирование. Я проектирую объекты свои, декларацию разрабатываю о безопасности плотин, техобследование всех водохозяйственных сооружений делаю. Я могу часами рассказывать вам об интересных объектах. Это вот каналы Минсатпаева. Это единственная в мире рукотворная река. Во всех мировых учебниках она числится. Это уникальное сооружение. 13 гидроузлов, канал 528 метров протяженностью. Километров? Километров, да. 528 километров. 22 насосные станции поднимают воду на 518 метров. Это уникальное сооружение, понимаете? И его же хотели до Джасказгана протянуть в свою очередь. Почему? Потому что Джасказган – это сходен очень. Да, я забыла сказать, что о подземных водах. У нас каждые 25 лет раньше эти подземные воды переутверждались запасы. Исследовали, и запасы переутверждались. И, соответственно, Джасказганный регион тянули вторую ветку канала, потому что там сходные запасы подземных вод. Но сейчас там какой-то водовод строит, хотя великий ученый Ханш Сатпаев говорил, что пока не надо эти трогать подземные воды, там потомкам какого-то поколения надо оставить. Ну, скажите, вода же, в принципе, это возобновляемый источник. Вода возобновляет, да. Как говорят, вода и в природе. Конечно. В принципе, она вся должна возвращаться на место. Ну, безумное решение, оно может и не вернуться, понимаете. Ну, в принципе, оно возвращается при разумном использовании, рациональном. Что бы вы сейчас предложили, вот есть возможность сказать, властям напрямую? Набирайте компетентных специалистов, которые соображают. Не тратьте деньги на безумные, которые, мертвые объекты, которые не используются. Верните, верните эту воду лучше. У нас, опять-таки, в плане природоохранных мероприятий есть позиции ликвидации этих сооружений. И верните, ликвидируйте ненужное водохранилище, объемом там до миллиона или сколько-то. И верните в русло рек, вода сама очистят. Ну, вот вы еще в прошлом году, когда у нас был сильный очень паводок, когда вот... В прошлом году не сильный паводок. Ну, я имею в виду, когда топило Юго-Восток, и да, все были в шоке. Вы тогда говорили, что нужно эту воду задержать, сохранить. Сейчас, говорите, нужно часть водохранилищ убрать, они не нужны. Нет, сохранить, в степях оставить воду. Я же говорю, какую воду сохранить? Вот эту, которую природа оставила, то есть дала возможность. То есть маловодный период, у нас выпало много снега. Нам как бы природа помогла, дала воду, ее нужно сохранить, задержать. Задержать. Но у нас только вот три больших водохранилища. Это не значит задержать там... Раньше я же говорил в первой своей передаче, что как мы сохраняем. Это на землях. Мы на рошамях земли делали влагозарядку и поливы, глубокое оборонование. А вот с тебя как-то... То есть сейчас она потому истекает, что нет... Снегодерживающим мероприятиям надо делать какие-то. То есть нужно изначально готовить, как бы, как это сказать, с осени, что ли, чтобы влага оставалась на полях. Вот это имейте в виду. Влага, влага, как можно больше пусть влага впитывается в землю. Она же вернется там через подземную как-то вот. Круговорот же есть. Ну вот тем не менее, в первую очередь сейчас что делать нужно? В первую очередь надо, ну, допустим, злободневный вопрос, это наш город защитить от... Не только наш город, но и населенные пункты от паводково-грунтовых вон. Заниматься орошаемым земледелем, разумным. И прежде чем увеличивать, там, мы столько-то введем земель, это немножко неправильно. Вы имеете в виду орошаемые земли? Да, вот там 300 тысяч гектаров введем, столько-то введем. Вы вначале верните те, которые были орошаемы землей на ту позицию. Потому что у нас дефицит водных ресурсов, у нас все реки зарегулированы. Просчитаны уже расчеты, понимаете? Единственное, если мы даже вот эти мелкие водохранилища все уберем, эти же воды вернутся в реку, можно построить там, в плане у них какие-то строительства новых водохранилищ. Вот где. Потом, вот в Каркаролинском районе дефицит вообще поверхностно-водных источников. Там надо заниматься подземным, орошением подземными, с использованием подземных, вот, для кормовой культуры. Это комплекс мероприятий, Ливнева. Это комплекс мероприятий. Вот только мне задалось, допустим, ливнёк, дренаж, там, орошаемость землетик. Ну, я считаю так. Раз уже столько лет не используются эти водохранилища, и нет перспективы даже их использовать. Зачем содержать их? Верните воду речкам. Ну, если сейчас откроют специальность где-нибудь в одном из наших университетов, вы пойдёте читать, то есть учить студентов? Ну, если пригласят, я пойду. Ну, я же не преподаватель вуза всё-таки. Может быть, научусь преподавать, но... Хорошо, а если позовут проектировать для Караганды? Нет, я и так участвую в проектировании. Ну, вы рассказывали, что вы ездите по разным регионам. Да, вот сейчас я приехала только из Останы, там, мне проект по малому Таль-де-Колю, наверное, усеркнул. Да, слушаю. Из Восьми озёр там ничего не осталось. Ну, душа болит. Душа болит. Из Восьми озёр ничего не осталось, там одно озеро осталось. Вот у меня проект там. Остальное всё засыпали, а лебеди прилетели. Хороший признак. Я имею в виду, что за родную землю, за то, что у нас... Я за родную, я за каждую каплю воды борюсь, но меня никто не слышит. Но тем не менее, я о том, что всё-таки душа болит в том смысле, что всё-таки за родной город, за родной край. Конечно, конечно. 40 лет отдать водному хозяйству, больше 40 лет. И теперь смотреть, как всё... Эти водохранилища я сама строила. Эти львнёвки... Вернее, не строила, я проектировала. Сколько водохранилищ мы запроектировали, сколько коллектродренажных систем, сколько гидромиллиративных систем. И вот это вот всё... Не служить народу, как это так? Бахаджимаш, спасибо вам огромное за то, что вы не отказываете, за то, что приезжаете к нам и рассказываете. Надеюсь, всё-таки, что мы достучимся. Я напоминаю, в гостях у нас была Бахаджимашна Конторбекова, инженер-гидротехник и эксперт по техническому обследованию гидротехнических сооружений. Надеюсь, что всё-таки наша программа не пройдёт впустую, и мы принесём пользу нашему городу и области. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова